Всем привет! Меня зовут Фанья Сахарова. И сегодня я хочу немножко рассказать про дописывание картин. И можно даже немножко показать, почему я буду об этом говорить, потому что это показывать очень сложно. В том смысле, что дописывание подобных картин, оно очень длительное. Объяснить, рассказать можно, но задача понятная — дополнить, обогатить. Сказать толком нечего, а времени занимает это много. Поэтому я, наверное, практически не буду показывать вам дописывание. Но такие картины, импрессионизм, особенно копии, ну и свой личный, дописывать надо. Потому что иногда так посмотришь на портреты Ренуара, вроде бы они простые, портрет очень простой, но он писался целых 17 раз. Я вам его покажу на экране. Целых 17 раз он приступал к этому портрету. А если это уже природа и цветы, крупный план, то тем более. Так, ещё какая мысль по поводу дописывания. Если у вас творческий порыв, если у вас очень много энергии на то, чтобы писать, может быть, вам и не надо дописывать сначала. Сначала не надо. Истратьте всю эту энергию активную на создание новых работ, а потом, когда уже энергия чуть-чуть иссякнет, будет спокойное состояние, терпение, вы их подописывайте. Потихонечку, стойте, обогащайте их мазочками. Вот. Поэтому и так можно продолжить. Если вам удобно сначала её дописать полностью, то поступайте так. Но, к слову, хочу сказать, что когда я была на мастер-классе у Бато Дугажапова, вы его все знаете, любите, я его тоже очень сильно люблю, он рассказывал, что он может так накапливать картины, картинки, этюды лет 10, а потом выбирать какой-то один день и их дописывать. Какие-то, конечно, не дописываются, потому что он понимает, что из этой картины не получится. Вот. А остальные вот так берёт себя в руки и дописывает. Может, вы тоже возьмёте себе это на заметку. Вот. У меня сейчас получается так. Я их практически толком и не дописываю. Ну, кроме, допустим, портретных задач. Сейчас я вам её покажу. На видео я её не снимала. Я работала просто так, для себя. На видео не снимала. Ну, здесь, конечно, нужно дописать. Здесь нужно дописать самое главное лицо, потому что без лица, рук... Ой, это, кстати, Василиса дописывала. Вот эти красные. Вот. Решила мне помочь. Здесь, конечно, здесь нужно дописать, потому что без лица и рук, если есть руки, то как бы уже это пока не картина, раз это портрет. Хотя тут ещё, ещё, ещё можно обогащать, потому что это настолько богатая картина, что её писать одно удовольствие. Но подобные задачи, пейзажи, букеты, можно, в принципе, и так оставить, если у вас уже не хватает терпения. Итак, есть, в импрессионизме есть несколько способов, как приступить к работе. Ну, с которыми я столкнулась, естественно, которые я знаю. Это работа, когда ещё картина не просохла. Допустим, вы писали, времени уже нет, сил нет, решили её дописать завтра. Подобные задачи завтра вы можете писать, даже если она вязкая, мокрая. Есть задачи, которые нельзя так писать. Ну, не в импрессионизме, а вообще, допустим, портрет такой гладенький. Нужно дождаться, чтобы картина полностью просохла. Вы её там покрываете лаками или просто маслом. А подобные задачи, если на следующий день, и, допустим, через два дня, пока она ещё мокренькая, вы можете просто продолжать, ничего не трогать, также на разбавителе продолжать. Есть способ, допустим, она сухая, но вы её не покрываете. Вы берёте просто масло художественное и вы разбавляете не разбавителем, а маслом. И маслом продолжаете добавлять все эти штришочки везде, где нужно. Другой способ. Вы смазываете картину маслом, но совсем чуть-чуть. Не поливаете, а протираете. Можно даже тряпочкой, чтобы она стала снова влажной. Вот. Тряпочкой, допустим, что-то неправильно положили, тряпочкой можно снять. Вот. Просто маслом, например. Ну и из последних способов. Это вы покрываете картину. Я вот, вот этот портрет, который за мной висит последнее видео, когда он полностью просох, я его покрывала масло плюс лак. Честно, не помню, какой лак. Если что, я вам напишу. Масло лак. Масло, оно увлажняет, а лак, он такую терпкость, что ли, придает. Вот, вязкость, как будто картина и не была сухой. Вот. И не была сухой. И вы тоже, можно даже не стирать, аккуратненько покрыть, не поливая. Не надо, чтобы это все текло. Вот. И вы дальше продолжаете свою работу. И подобным образом вы можете не просто покрывать их маслом или лаком, а можете их тонировать, покрывать. Допустим, чтобы вот эти все трещинки, которые есть в щели, попал какой-то цвет. Допустим, умбра. Или, может, это даже ультрамарин. Если такая работка вся синяя, и нужно сохранить эту синеву везде, то можно покрыть цветом. Но это все зависит, конечно, от задачи. Покрыть этим цветом. Даже можно, правда, не стирая тряпкой, а взять либо мастихин, либо, как делали, либо даже рукой, прям помочь вот этому веществу попасть в картину. Я была... А, еще самое главное, чтобы понять, как дописывать импрессионизм, нужно их увидеть вживую. Я периодически хожу в Москве в музей, смотрю на импрессионистов, вдохновляюсь. Там есть Ренуар, Идега, Имоне, Имоне, все там, в общем, есть. И это нужно видеть. Нужно прям смотреться. И вы тогда поймете, в какую степень их нужно дописывать. Так что вот, когда я... А, и, кстати, нужно приходить... Ну, лучше всего это понятно, когда вот вы пописали подобные задачи, потом приходите в музей, когда вы уже столкнулись с этими проблемами, какие возникают у вас. Когда вы приходите в музей, тогда вам становится все понятно. Если вы еще подобные не писали, просто пришли в музей, да, вы что-то поняли. Но это не то понимание. Если вы с этим столкнулись, вы потом смотрите в эти... в их картины и понимаете, насколько оно вообще просто потрясающе, сколько там мазочков. И, допустим, как у Ренуара было, там был один шикарнейший букет, и у него в белых цветах, в букете, букет был густой. Букет был густой, а все остальное было такое. Видно, что оно было разбавлено даже, допустим, маслом или разбавителем, скорее всего, маслом. Вот. Что такое жид... Видно, что был жидкий мазок. А здесь был такой густой, прям с рельефом. И в эти все рельефы, щели был затертый коричневый цвет. Ну, может, умбра какая-то, может, что-то из охры. Вот. Так что я подсмотрела это у Ренуара, и я теперь, в принципе, знаю. Да, здесь я могу что-то жиденькое добавить, вот. А здесь вот пролессировать. Вот. Это слово. Как эффективно начать дописывание картины, это нужно замешать практически все замесы, которые у вас были в прошлой картине. Особенно это касается портретов. И не только в импрессионизме, а вообще. Потому что пока вы их будете набирать, вы будете себя замедлять. А так вы набрали красненький, розовенький, охра, разбел охры, разбел красного, все эти цвета, которые были на лице, или, допустим, в букете. И их набираете. А что нужно добавить, вы уже пишите постепенно, разбавляете. Ну, и если боитесь приступать к дописыванию, хотя бояться не надо, выбирайте какой-то неответственный кусочек, допустим, фон на фоне. Потихонечку стоите, фон добавляете, добавляете. Уже расписались, уже чувствуете силы, переходите на какие-то ответственные моменты. Это всегда так. Я когда начинаю дописывать, нужно же настроиться на работу. Поэтому я выбираю что-то неответственное и потихонечку пишу, пишу, а потом уже перехожу на лицо, руки и так далее. Если это портрет. Так что копируйте, обязательно копируйте. Дописывайте. Если у вас будут еще какие-то вопросы, спрашивайте, я буду записывать видео, буду отвечать. Надеюсь, я немножко вам рассказала что-то понятное про дописывание картин. Ну, все, что знаю, все рассказала. Всем пока, до новых видео.